Первый рабочий день в творческой лаборатории выдался довольно хлопотным. 9 сентября, полные впечатления от проведенной накануне экскурсии по Даугупилсу, художники Рьяна принялись за дело. Работая в присущей для себя манере, многие старались придерживаться заданной теме международной конференции, посвященной 111-летию со дня рождения Марка Ротка «Абстрактный экспрессионизм – язык эмоций». Все получается в процессе, потому что это диалог краски со мной, я общаюсь с краской, поэтому все меняется по ходу работы. Вечером того же дня состоялось открытие 10-й резиденции Марка Ротка. Церемонию предварил краткий экскурс в недалекое прошлое. В общей сложности за прошедшие годы в резиденции участвовали 123 художника из 30 стран. Наибольшее количество участников – 15 человек – приходится на 2011 и 2012 годы. Желание приехать в Даугупилс на юбилейную встречу изъявили около 60 художников, однако строгий отбор сумели пройти только 10 человек – представители Латвии, Германии, США, Великобритании, Австралии, Индии и Египта. Мотивы у всех были разные, но все руководствовали стремлением побывать на родине всемирно известного художника, проникнуться атмосферой, питавшей великого мастера в детские годы. Я мечтал попасть в Латвию, потому что мой прадедушка был из Латвии. Также я всегда восхищался работами Марко Ротко, поэтому это была хорошая возможность поучаствовать, подать заявку и вот уже приехать и быть в Латвии на месте рождения того же Ротко. Так как я абстрактный художник, соответственно, я много исследовала биографию Ротко, узнала, что здесь открылся центр его имени, я исследовала, что же здесь есть, и то, что я нашла информацию об Ротко-центре, я очень была вдохновлена, и поэтому я решила, что почему нет, и это прекрасная возможность приехать в новую страну. Среди участников резиденции уроженка Даугубеса Татьяна Михайлова. Она представляет Германию, страну, в которой живет и работает последние 15 лет, но признается, что всегда с радостью приезжает на родину. Даугубес для меня это вот сердце, и мне кажется, что может быть судьба Даугубеса заключается в том, что здесь рождаются идеи, но люди уезжают, их осуществляют в другие места. Но это абсолютно земля идей. Я думаю, что люди будут сюда, даже, наверное, молодежь будет возвращаться в конце концов, потому что здесь можно начать что делать. К открытию 10-й резиденции организаторы приурочили презентацию первого каталога работ Даугубесского художника Леонида Баулина «Вариации». Издание стало заметным событием в культурной жизни города, и с энтузиазмом было встречено его учениками и коллегами. Баулин – это был первый мой учитель именно в акварельной технике, это потому, как бы, я хочу остаться все-таки, работать в акварели. И также еще один участник, который тоже участвует в этом пленэре, это Татьяна Михайлова, мой второй учитель. Благодаря ей, как бы, я больше полюбила акварели. Художники примут участие во всех мероприятиях, которые пройдут в Риге и Даугубесе в рамках проекта «Рига-2014». В день рождения Марка Ротк 25 сентября в Центре искусств состоится показ работ участников резиденции.